В 2020 году День эколога в России проходит на официальном уровне 13-й раз. Этот праздник приурочен к Всемирному дню окружающей среды. О том, какая природоохранная деятельность проводится в нашем городском округе, смотрите в следующем сюжете программы. День эколога – профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды. К ним относятся не только государственные служащие, сотрудники заповедников и штатные экологи предприятий, но и неравнодушные к этой сфере активисты. Появление праздника в России было прежде всего необходимо, чтобы привлечь внимание к проблемам специалистов по окружающей среде. Работы в городе Фокино по благоустройству экологии ведутся постоянно. Так у нас за истекший период 2020 года было проведено очень много мероприятий по благоустройству экологии. В частности, было высажено у нас порядка 400 деревьев в городском округе. Это прежде всего аллея памяти в городском парке высажена, посвященная Победе, 75 кедров. Кроме этого, были высажены березы, ивы, плодоносящие деревья, декоративные кустарники. По Крымскому проспекту вдоль дороги посажены серебристые тополя. Около среднеобразовательных школ городского округа, школ искусств Фокино и поселки Дунай, в парках проведен комплекс работ по озеленению территории различными декоративными культурами. Также у нас в городе, во всем городском округе, ведется замена по контейнерным площадкам временного накопления ТЭКО по городу. И по поселку Дунай будут демонтированы и установлены новые площадки, соответствующие всем нормам, санитарным и правилам благоустройства. Это касается и частного сектора. Также в Домошлиной и Руднево появятся большие контейнерные площадки. Это позволит убрать все несанкционированные свалки, которые образуются в летний период в связи с большим наплывом отдыхающих. На острове Путятина субъедирована очень большая свалка. На ее месте будет установлена большая площадка временного накопления ТЭКО, что также позволит нам избежать новых свалок в связи с наплывом туристов. Новая современная площадка на острове Путятина на выезде с побережья будет установлена в кратчайшие сроки. Помимо этих работ проводится очистка ручьев, рек, морского побережья. После снятия ограничений будут проведены субботники, мероприятия по очистке реки Подсобный Ключ и наших побережьей с привлечением организаций, школьников, неравнодушных жителей. Есть много фактов, которые говорят о низкой культуре населения. Мусор появляется снова и снова. Необходимо принимать специальные меры по уменьшению уровня загрязнения. Регулярно засоряются места, где люди проводят свободное время. Можно увидеть окурки, упаковки, бутылки и другой мусор на траве около скамейки, хотя рядом урна. Остановки, стены домов и двери подъездов изрисованы краской, обклеены объявлениями. Привести это в порядок требует большого труда и денег. С целью формирования экологической культуры на школах проводились всевозможные мероприятия, викторины, олимпиады, внеклассные какие-то занятия, также субботники с привлечением школьников. Экологическое воспитание проводится в городе, поэтому хочу выразить большую благодарность жителям нашим города, организациям, муниципальным работникам, озеленителям, школьникам, все, кто проводит эти мероприятия у нас в городе, чистят от мусора, озеленяют, благоустраивают, помогают нам всем совместно создать здоровую экологическую обстановку в городе. Грязно не там, где мы не убираем, а грязно там, где мы мусорим. Люди должны знать и понимать, что загрязняя окружающую среду, они вредят своему здоровью и здоровью окружающих в настоящее время и закладывают экологическую мину для будущих поколений.